За все надо платить Еще те колдуньи, кто-то просто сглазит так, что за всю жизнь не отмоешься, ну а кто заговоры до молитвы знал? В общем на любой вкус были, ну сами понимаете, избежать мне такого вообще было нереально, от всех понемногу и хватало. Я особо и не стремилась к такому виду знаний, но само собой как-то получалось, то книжку с заговорами от нечего делать прочтешь, то посмотришь как тетка карты раскладывает, то за бабкой наблюдаешь как она бородавки заговаривает. Если честно, то для меня это было обычным, ничем не примечательным делом, поэтому к девятнадцати годам я была нашпигована и колдовскими навыками, и заговорами, и видением совсем другого мира. Естественно мне как молодой девушке по душе пришлись карты. Ой это особенные карты, не такие чистенькие и свежие, нет, это были старые, протертые, несущие море информации и еле живые десятилетние карты. Эту реликвию держали как самый хрупкий сосуд, имели право их брать только мы, и никто иной. К заговорам душа моя особо не лежала, так изредка практиковала, понимала, что энергии и сил они отбирают много, а вот погадать это да, на женихов конечно же. Поэтому под рук у меня было море, все что необычно привлекает с еще большей силой. Для меня потренироваться в гадании было обычным делом, даже охотным. Мама моя этому не противилась, поэтому стаи под рук на крещенские дни были у нас постоянными гостями, как и в обычные. Мы перепробовали все мыслимые и немыслимые гадания, весело было, сбывалось все, даже ночью в баню ходили, что поверьте жутко и страшно. В общем я дурачилась в волю. Помню как влюбилась и решила приворожить паренька к себе, кстати он потом как котенок за мной по пятам ходил. Ну молодость одним словом, но история не о том совсем. «Была у меня подруга еще школьная, хорошая девочка. Знаете, вот на таких посмотришь и сразу скажешь, мамина дочка. Мы тогда обе в медицину ударились, я на фельдшерской, а она в фарм пошла. Уехала тогда учиться в другой город, виделись крайне редко, но все равно связь держали, на каникулах всегда вместе до позднего вечера засиживались, дружили мы крепко. Я первая узнала о молодом человеке, с которым она встречается и которого она очень полюбила. Они даже о свадьбе разговаривали, подруга была счастлива. Конечно мы гадали, как без этого. Но вот приезжает она как-то на выходных, смотрю грустная. Я ей конечно про свои победы рассказываю, а она сидит и чуть не плачет. Спрашиваю, что случилось, но тут моя подруга и разрыдалась. Оказалось, любимый ее еще и с подругой спит, с которой они живут в одной квартире. Для моей подружки это было ударом. Потом ее любимый объявил, что будет теперь встречаться с той девушкой, а ее мнение никто особо и не спрашивает. Обидели мою подругу смертельно и прямо в сердце. И началось. Стала она меня умолять порчу сделать, чтоб вместе им не быть. Рыдала. Я конечно тоже еще та максималистка, была очень расстроена поступком ее парня. Да и жалко подругу стало. Согласилась. Но с уговором и с предупреждением, что такие дела безнаказанными не остаются, что придется и отплатить за это, и не ясно какую цену. Долго я просила не делать этого, простить, но увы, мне было сказано, что или я это сделаю, или она пойдет к бабке. И я в конце концов сдалась. Не буду рассказывать, что я делала, но ритуал был достаточно сильным и долгим в подготовке, обращение было непосредственно к темному. Я была посредником между клиентом и заказчиком. Буквально через месяц парочка рассталась с жутким скандалом, но как оказалось это был не конец. Хоть и расстались они, стали мучить их болячки и неудачи, в общем, рук на них опустился по самое не хочу. Подруга ликовала, я же предупреждала, что хватит, давай отзовем просьбу, меня же не хотели слушать. Я без ее согласия сделать ничего не могла, сделка и сделка. Через некоторое время во сне стали к ней приходить души заговоренных и на коленях просить прощения, но даже во сне не прощала она их, не знала я, что подружка моя такая кровожадная дама. Длилось все примерно с полгода, потом дали мне разрешение отозвать просьбу, что я конечно и сделала незамедлительно и решила больше такой гадостью не заниматься. Я внимательно потом наблюдала за жизнью подруги и теперь могу рассказать, что было дальше, как сложилась ее жизнь. Вышла она замуж крайне неудачно, муж оказался домашним тираном, еще и старше ее на 12 лет. Человек он злобный, ограниченный, властный и откровенно тупой. Родила двоих детей от него и живет она на какой-то железнодорожной станции, где максимум 7 домов среди доживающих свою старость бабок. Могу точно сказать, что она несчастна, но как и большинство российских баб терпит побои горячо любимого супруга. Карьера ее конечно тоже загубилась, да и стала она похожа на злобного заплывшего жиром тролля. Вот такая история длиною в 11 лет. Так что идя на такие сделки, подумайте много раз, а нужно ли это вам? Да, возможно именно сейчас болит душа и требует мести, но поразмыслите, нужна ли вам эта месть, зная какую цену вы заплатите потом, но это уже решать вам. ИСТОРИЯ ОДНОГО БЕСПЛОДИЯ Это реальная история одноклассников и к тому же поучительная для некоторых юных людей, которые собираются жить вечно. Вася было лет 10, когда от рака умерла его мама. Отец его второй раз таки не женился, не хотел мачехи для сына. Вася вырос в умного, красивого, воспитанного и с хорошим чувством юмора молодого человека. Он после окончания университета остался в областном городе работать мелким начальником. Когда я его случайно встретила на улице родного города, оказалось, что мы не виделись около 15 лет. Ну и зашли мы кофе попить и вспомнить школьные годы и остальных одноклассников, у кого жизнь удалась, а у кого не очень. Когда официантка принесла кофе и к нему кусочек торта, мне так вдруг хорошо стало, знаете, то самое чувство сейчас поговорим, вспомним, окунемся в прошлое. Каково же было мое удивление, когда Василий три раза перекрестился и иду благословил. Вот вроде нормальный был в школе, а тут террас. Ты чего это, в секту баптистов, что ли, подался, чего крестишься-то? А что, только баптистам положено креститься, спокойно ответил Вася. Да не, но все-таки как-то замямлила я, и начали мы друг другу про себя рассказывать и за всех расспрашивать. Так как из родного городка мы оба уехали, то рассказы наши длились несколько часов. Вина или пиво мы не брали, оба ведем трезвый образ жизни, так и просидели за кофе. За многочисленными чашками кофе Василий медленно и с грустью рассказал про свою жизнь. Женился он по любви на последнем курсе университета. Жена его с редким именем Авдотья была молодая красивая селянка и училась на том же курсе, что и он. Сыграли свадьбу скромную и начали жить в своей квартире, ипотеку на нее взяли. Все шло самым лучшим образом, есть работа, есть деньги и даже взаимная любовь. Потом счастливая Авдотья забеременела и вдруг ни с с того ни с сего выкидыш. Со стороны как бы странно как-то. Анализы хорошие, ребеночек развивается очень хорошо, и срок уже немаленький, границы риска перешел и вдруг умер. Врачи утешили, сказали в организме сбоя не было, скорее всего стресс имел место быть. Поудивлялись молодожены и начали стараться по второму кругу малыша завести. Но ни во второй, ни в третьей, ни даже в четвертый раз ребенок не выживал. На сроки от 4 до 7 месяцев беременность оканчивалась. Уже все перепроверили, и кровь жены, и генетические анализы на несовместимость с мужем сделали, и даже паузы между беременностями делали. Результат один – все хорошо, а дети умирали так и не родившись. Не знаю кто им подсказал или сами от отчаяния, но поехали они к провидцу какому-то, который в горах Украины живет. «Странные были чувства», – говорит Вася, – провидец этот смотрит как-то тепло в глаза и говорит, нет, не изысканно подбирая красивые слова, а по-простому, на людском языке, и назвал нам причину смерти наших нерожденных детей. «Да в девке загвоздка-то! Подсыпала она тебе в питье гадость мертвую, вот и не рождаются от тебя дети у баб». Василий с перепугу и неожиданности так и перекрестился, и на жену круглыми глазами смотрит. «Да не твоя эта жена», – помахал пальцем провидец. «Вот крестился бы ты так исправно всегда, то не пришлось бы тебе гробики покупать». «Имя», – сказал ему, – «это было имя девушки, с которой он до свадьбы с Авдотьей встречался». Леся, когда почувствовала, что он уйти от нее хочет, поняла, что накрылась ее мечта в областном городе с женой начальника быть, вот и отомстила ему, в еду подсыпала чего-то и не единожды. «Стой, стой! Какая Леся?» – спросила я. «Да одноклассница наша! Встречались мы с ней год, но не смог я ее полюбить. Вроде и хорошая, а что-то не тянуло меня к ней, и матери нет, чтоб посоветоваться. А потом, когда жену будущую встретил и влюбился, решил, что к двум сразу непорядочно ходить, и расстался с Лесей, хотел мирно, без истерик. «Тю, а я и не знала, что вы встречались-то!» «Вот монах этот нам и помог, теперь у нас растет четверо красивых и здоровых детей. Прошло 25 лет после окончания школы, и на встрече одноклассников, та самая Леся рассказывала мне, что замуж выходила дважды. Но с первым мужем расстались, через три года вышла второй раз замуж. Но детей у нее ни в первом, ни во втором браке так и нет. Ездит она по всем святым местам России и Украины, и медицинским светилам Германии денег не жалеет, но даже забеременеть не может. Все ее бедную жалеют вокруг, а мне ее не жалко, это был ее выбор. А я, когда рядом с ней сидела, тоже еду и себя перекрестила. С тех пор на людях в мыслях, а дома откровенно благословляю еду. И детей научила, ведьмы они не всегда с бородавкой на носу и горбом, бывают даже очень ничего выглядят. Сила ведьмы Однажды жизнь меня свела с одной девушкой. Ее мать, как говорится, лечила людей. Честно говоря, я не пыталась выяснить, как она лечила и кого и часто ли. Просто это знала и все. Я ее, честно говоря, побаивалась, вроде обычная женщина, но глаза такие черные глубокие, вообще страшно заглядывать. Мы жили не в деревне, а в большом подмосковном городе, поэтому в то время это было чем-то необычным. О ней я расскажу две истории. Один раз моя мама уговорила к ней обратиться с просьбой показать нашу бабушку, у которой сильно трескались ладони. Она походила к ней на несколько сеансов. Деньги та женщина не брала, поэтому бабушка приносила ей что-нибудь из продуктов. У бабули все прошло довольно быстро. Как-то раз Люба рассказала мне, что с ней случилось шестнадцать лет. Вот история с ее слов. «Поехала я к бабушке в деревню. Собрались с ребятами вечером посидеть у костра. Сидим, так весело, гитара пива. И тут бабулька какая-то подходит и предлагает картошку, чтобы мы ее в костре себе запекли. Говорит, мол, голодные, наверное. А нам даже не вдомек, что ночь на дворе, что лес кругом. Вот я подошла, взяла и в костер на готовку. После этого вечера сильно заболела. Вернулась домой и не пойму, что со мной. С каждым днем все хуже и хуже. Начала сильно скидывать вес, хотя и полной то не была. Высыхала на глазах. Похудела до двадцати килограмм. Меня мама носила на руках в туалет. Кости до кожа. Потом пошло вообще страшное дело. Кожа с мясом слезала до кости так, что кости было видно. Кормили меня с ложечки. Все это время было как в бреду. Многого не помню. Мама говорила, что это самая настоящая порча на смерть. И как будто не на меня лично наведена, а снималась с кого-то и выброшена на меня. Мама таскала меня по всяким бабкам. Куда только не возила. Все отказывались, говорили, что уже поздно меры принимать. Очень сильная порча. Но мама не сдалась. Так как она многое знала, она меня все равно вылечила, и ей удалось меня очистить. На момент нашего знакомства ей было двадцать лет. Молодая и красивая девушка. В двадцать один родила сына, но замуж не выходила. Потом начала сильно пить и в двадцать шесть умерла по причине отрыва тромба в голове. Вот так получилось, что мать, спасая своего единственного ребенка, смогла и только выпросить всего десять лет жизни. Вторая история начинается с того, что у нас с Людой была еще одна подруга. Парни на нее внимания совсем не обращали. Сколько мы не пытались ее свести с молодым и интересным, так все бесполезно. Через три дня он уходил от нее. Пришла как-то она ко мне и говорит, что беременна. После внушительной беседы она рассказала, что в отношениях уже шесть месяцев с одним очень интересным мужчиной, что он очень нежный и любит ее, и очень рад беременности. Но было одно но в этой истории. Она увела этого интересного мужчину у тети Светы, любиной мамы. Он был ее сожителем и старше нее на двадцать лет. Выглядел он, конечно, страшно, маленький и смурченный, по-другому не скажешь, да еще и работу без конца менял. Всегда без денег был. Что она в нем нашла в свои двадцать два года, никто не понимал. Когда уже подходило время к родам, этот мужчина ушел от тети Светы к ней. Что только не кричала тетя Света им вдогонку, обзывала и вообще выражала всякое недовольство. Как только угораздило ее уйти мужа у ведьмы, я так и не понимала. Они начали жить вместе и тут началось. У него появилась к нашей подруге неприязнь, он начал ее бить прямо беременную и ногами. Издевался и кричал, что она толстая и страшная. Жили они в страшном старом грязном доме в нашем же городе. И уйти от него она просто не хотела. Говорила, что не вернется к матери в квартиру. Родился сын, они его довели до эпилепсии, при нем дрались и его били. Ее мать неоднократно предлагала ей вернуться и помогать в воспитании внука, она же отказывалась. Так они прожили где-то 10 лет. Что-то заставляло ее с ним жить и нести все прелести и жизни на себе. В один момент мы с ней встречаемся и она рассказала, что ушла от него к своему отцу в квартиру, и еще через год она встретила мужчину и родила ему сына. Живут все вместе и счастливы, я хожу иногда к ним в гости. После смерти Любы тетя Света продала квартиру и ехала куда-то забрав с собой внука. Ее судьбу мы не знаем, но кажется нам, что ее чары, сказанные вдогонку моей подруги, могли разрушиться только после смерти самой ведьмы. И после того, как это произошло, подруга смогла от этих отношений освободиться. СТРАННАЯ ДВОЮРОДНАЯ БАБУШКА Странная ДВОЮРОДНАЯ БАБУШКА У мужа жила двоюродная бабушка, в молодости она похоронила двух детей. Не знаю точно, или пневмония, или менингит, что-то такое. После войны было, видимо нечем лечить, а может тогда это не лечилось. После этого она раскапывала их могилы, лежала в психушке, опять раскапывала, ходила по бабкам, по магам, общалась с детьми, вызывала их, опять лежала в психушке. Вроде жалко должно быть, но как бы не так, она была злая, но не просто, а такая, про которую говорят ведьма, и которые детей водят. Когда родились у меня дети, она постоянно требовала их к себе привозить, сумасшествие просто. Я не хотела этого делать под любым предлогом. Свикровь моя делала это тайно, завещание бабушка написала на нее, попросит у меня детей на воскресенье, и оп, вечером узнаю, куда они ездили. Пришло время бабушки умирать, просит детей постоянно, я же ни в какую. Наступило лето, и мы уехали с детьми на дачу, тут и началось самое противное. Узнали новость, бабушка в больнице, все плохо, мне жаль, но детей не повезу. Каждый день в какое-то окно билась птица, иногда насмерть, иногда улетали. Это было жутко, но вроде никакой мистики, может птенцов в этом году больше, чем нужно, может летать учатся. Ночью стали открываться двери, тоже страшновато. Дверь на чердак в потолок вмонтирована, тяжелая, открывается с усилием. Вдруг раз, посреди ночи с грохотом открывается. Шаги, паркет скрипит, я одна с детьми, что делать не знаю. Помню, бабушка втыкала нож, сучок, на полу или на стене, где дерево, но при этом заговаривала, а я же этого заговора не знаю. Так я втыкала нож и с молитвами, и с ругательствами. Остаток ночи потом можно было спать. Точно знаю, что это не домовушки буянили, они себя ведут интеллигентно. А в ночь, когда бабушка умерла, у нас в детской загорелась сумка с кукольными вещами. Она стояла в шкафу, я не могла сначала понять, что за запах, мы спать ложились. Я все эти дни спала с детьми, сделать бы вряд ли что-то смогла, но так было спокойнее. Свечка иконы соль, я это делала по наитию, по памяти, интернета не было там. Запах гари жуткий, я мечусь по комнате, ребенок мне говорит, дым из шкафа. Открываю, господи, тлеют все кукольные вещи внутри прозрачной сумки, просто сюр какой-то. Вынесла, выкинула на помойку и утром сожгла, а ночью бабушки не стало. Когда муж позвонил, я уже как бы догадывалась об этом, что он скажет. Осталась квартира, свекровь ее сдает, люди там не живут больше трех месяцев, расторгают договор, съезжают, но это не мое дело, главное я отстояла детей. Дети еще долго горевали, там была целая коллекция кукольной фигни, кто растил дочку в 2000-е и поймет, дорого было. Дети свидетели этому всему, они не знают первой части про бабушку, остальное мы пережили вместе. Соседки Произошла эта история в конце 80-х. Наша семья жила в Хрущевке. Один из подъездов, который был еще в 60-е годы, выделен под заселение рабочим завода «Земи-2», на котором мой дедуля, ныне уже покойный, был директором. Все жильцы друг друга знали, старались дружить с семьями или, по крайней мере, не враждовать, но не обходилось и без нюансов. Прямо под нашей квартирой на третьем этаже обитала некая дама с мужем, назову ее тетей Клавой. Двоих сыновей дочь вырастила и, стало быть, с чистой совестью вела светскую жизнь на лавочке возле дома, проводя негласный, но тщательный досмотр всех входящих и исходящих из подъезда жильцов. Чего не видела, что не дослышала, то додумывала и была в курсе всего, что происходило у соседей. Несколько раз ее с подругой-компаньонкой, тетей Лерой, заставали подслушивавшими у дверей некоторых соседей. После этого в свет выходила новая сплетня. Пару раз ее замечали рядом с нашей дверью и слыла это особо любительницей темных делишек. Как-то раз сама призналась охотно слушавшим ее соседкам, что сделала так, чтобы именно ее дочь, тогда еще девица на выданье, вышла замуж первой из нашего подъезда. Кстати говоря, так и произошло. Из всех незамужних девушек первой сосватали именно ее. А вот и сама история. Не излюбила эта достопочтенная женщина мою бабулю. Главным аргументом ее неприязни было, директриса задирает нос. То есть перед подъездом на лавочке она не сиживала, новостями о семье не делилась. Поэтому все о жизни директорской семейки приходилось выведывать обходными путями и домысливать самой. И вот в один несчастливый день умирает жилец нашего подъезда. Как это водится у соседей, решили ему собрать деньги на похороны. Естественно, на это благородное дело вызвались две подружки-активистки, Клава и Лера, всегда любившие быть в центре любого события. Не обошли вниманием и нашу семью. Бабуля охотно отдала Лере пять рублей, который, к ее удивлению, через какое-то время она же ей вернула, пояснив, что собрали уже достаточно, а эти деньги лишние. Бабуля очень удивилась. И еще больше она удивилась, когда с работы вернулась моя мама и сообщила ей, что деньги на похороны соседа все еще продолжают собирать. Наверное, и бабулю, и маму это, если не насторожило, то неприятно удивило. На работе мама поделилась этой историей со своими коллегами, и одна из них посоветовала ей срочно избавиться от этих денег, иначе у нас в семье все может быть очень плохо. А так, если еще не поздно, лучше всего отдать на благотворительность. Тут же случай не замедлил представиться. Буквально в этот же день у мамы в организации умер сотрудник, и на похороны собирали уже ему. В общем, в этой истории, скорее всего, не было бы ничего мистического, если бы после этого несчастья не свалились на семью тети Леры, той самой подруги, которая брала и возвращала похоронные деньги. У нее скоропостижно скончался муж, а ее саму разбил инсульт. А возможно, это всего лишь совпадение. Ох, Мария! Перебирала в памяти дела минувших дней на досуге, и вспомнился мне приинтереснейший факт нашей общенародной биографии. В 90-х годах по территории Украины давала гастроли некая особа, именующая себя целительницей, Мария Стефания. Лечила все и всех всеми подручными средствами из разряда «скушай зайчий помет, он ядреный, он проймет». И вот однажды наш скромный городок посетила это светило народной медицины. Выступала она на стадионе. Стадион находился метрах в трехстах от моего дома, отсюда отвращение к спортивным мероприятиям. Говорила эта женщина в микрофон, стояли там мощные динамики. Вот сентябрь, послеобеденное время, отличная погода, а на стадионе неспокойно. Народу море, полностью забиты трибуны, народ на деревья лезет, на крыше нашего дома аншлаг, все на балконах торчат, все впитывают полезные флюиды. В общем, начало действия я пропустила, готовилась к семинару, а к середине вышла на балкон глазеть. И слышу вот что говорит, не буду дословно. Махну рукой ведьмы покажутся, махну второй они уберутся. И ба-бах, на моих глазах девка с дерева, благо невысоко забралась, бряк и подтряхивает ее в травке. И тут апофеоз, начался оформенный вой. Это я вам доложу леденящая душу явление. Белый день, центр города, вокруг людей вой стоит усиленный многократно динамиками. Ё-моё, я домой сижу, переживаю. Минуты две население выло и вдруг смолкло. Выглядываю, девчонка встала на ноги. Ее за плечи приобняли и увели со товарищей по дереву. Ну, думаю, вылечила тетка горожан. Из показаний очевидцев. Махнула Мария рукой, что-то там сказала, и массово попадали между лавок женщины всех возрастов. Мало слабого пола осталось нетронуто. С женщинами творилось что-то невообразимое. На четвереньках, на спине катаясь, все в разных позах выли, кричали, гавкали. Дети заорали, испугались страшного вида своих мам-бабушек. Второй раз махнула, ахалай-махалай, и народ пришел в себя. Никто из них ничего не помнил, объяснить свое состояние не мог. Только крайнее удивление грязной одежде, сбитым коленком и ужасу детей. Многие развелись. Мужья не перенесли мысли, что живут с ведьмами, одержимыми, бесноватыми и так далее. А теперь мои размышления. Падали те, кто имел визуальный контакт. С крыши-то никто не летал, из балконов не кидались. Мы только слышали, как радиотрансляцию. Человечков на стадионе видно было плохо. А девушка, которая с каштана свалилась, видимо, узрела целительницу. Как можно взмахом руки и ахалаем вызвать сущность на поверхность, а потом обратно загнать? Может, распыляли там что-то психотропное? Вопросов тьма осталось. Если кто-то присутствовал на таких массовых мероприятиях, отзовитесь, пожалуйста. Поделитесь своими впечатлениями, мыслями, версиями. Это все-таки наша общая мистическая история из жизни. Субтитры создавал DimaTorzok